Юлия Липова увлечена французским с детства. И вот в этом году стала призером конкурса «Золотое перо» для изучающих этот язык. Среди многих тысяч участников со всего мира у неё в итоге 70-е место. Одним из заданий было написать эссе в абсолютно свободном формате на тему жадности и скупости. Самое простое – это про золотую рыбку, сказка. Это, мне кажется, из русской литературы самый яркий пример жадности. Изучать французский – это огромное удовольствие. Я желаю удачи всем, кто только начинает его изучать. Начинать изучать французский можно было прямо здесь. Мы узнаем, что ударение всегда падает на последний произносимый слог. И будем также знакомиться, разыграем небольшой диалог. Спросим «Вы, вы, заплес, comment?» ответим «Je m'appelle?» и в ответ скажем «Je m'appelle?» Меню-урок длится не более получаса. Зато теперь будем знать, как ответить на вопрос, как вас зовут и как звучит благодарность в ответ. Во Франции всегда меняется отношение к иностранцу, если он скажет несколько слов или предложений на французском. У меня начальный уровень. А почему сюда пришел? Ну, так как занимаюсь, интересно само по себе что-то больше узнать о Франции. Также вот поговорить, послушать музыку французскую, ну, и окунуться в французскую культуру. Французское лето и в Ростове невозможно представить без игры в питанг. Питанг – игра родом из Прованса, и французы считают ее своим национальным достоянием. Правила игры чем-то схожи с керлингом. Есть и что-то от боулинга и бильярда, а вот чего нет, так это возрастных ограничений. В питанг можно играть на любой площадке, где соперники из двух команд по очереди бросают металлические шары. И также есть маленький шарик – кошонет. Суть игры – выбросить кошонет и далее выбросить все шары максимально близко к этому кошонету. Кошон – это по-французски свинья, кошонет – поросенок. У нас в России тоже есть национальная федерация питанга. Достаточно много поклонников и в Ростове. После визита во французский дворик Шолохов-центра вполне можно написать сочинение на тему «Мое французское лето». Альянс «Принцесса» – наши большие такие приятные партнеры. Мы с ними очень давно сотрудничаем. В принципе, когда они к нам приходят с предложениями, мы всегда открыты к ним, потому что они занимаются очень большим делом, да, это языковая большая школа глобального значения. Вот, поэтому, конечно, получается такое большое приятное дело совместное. И очень много людей, которые никак не связаны ни с Францией, ни с французским языком. И на самом деле после таких мероприятий как раз к нам приходят изучать язык, и это очень всегда радостно. Галина Белоусова, Андрей Токарев, Первый Ростовский.